В Российской Федерации данные стандарты они реализуют в 2,5-3 раза дороже, чем у нас. Значит, Ержан Халдебович, вас не спрашивают по расценкам, сколько стоит эта бумажка. Как вы продвигаете в международные, в межгосударственные соглашения наши казахстанские стандарты? Вот в чем вопрос. Да никак вы их не продвигаете. Из предыдущего вопроса депутата Шиповских все было понятно. 3 860, как вы сказали цифру, Российская Федерация разработала и сделала через соглашение с государствами разработанные свои стандарты. 725 Сулэмиспа, Чеччжима Бестеднызвы, 725 Беларусь и 160 мы. Вот так мы и продвигаем. Я хорошо помню здесь дискуссию в этом зале по поводу казахстанского цемента. По-моему, Ахжол поднимал этот вопрос, депутат Перуашев. Выяснилось, и 400, и 500 марка не проходит, потому что подписали соглашение, стандарт не тот оказался. Кто стандарт разрабатывал? Конечно, не мы. Вот в чем вопрос. Там 3680, а у нас там 725, а у нас 160. Спите. Понимаете? А потом наш бизнес не может никак пройти на внешние рынки. Вы можете сказать, что вы сегодня продвинули казахстанскую стандартизацию на наши межгосударственные, хотя бы в рамках Еврозес, таким образом, что мы сегодня проходим по всем вопросам, связанным с продвижением нашего казахстанского товара? Можем или нет? Создали вы такие условия? Базовые основы есть у нас в законодательном. Да где же базовые основы? Вы сегодня на трибуне, а не ваш министр, по одной простой причине. Они сегодня с вице-премьером в Москве. Знаете, да, по каким вопросам? Половина из них, потому что не можем договориться по некоторым вопросам, связанные опять-таки с вопросом непрохождения по стандартам, которые мы, как вы говорите, согласовали с Атамикеном, со всеми госорганами и проголосовали. А теперь идем и говорим, нет, это нам не нужно. Вот надо поднять все подписи, кто подписывал от Казахстана. Министры да их заместители. Понимаете, о чем речь? Кто же так работает? Вот о чем сейчас вопрос был. Смотрите, два вопроса, оба прилетели вам, что называется, с цифрами. Это же все косвенно характеризует и развитие нашей экономики. В 10 раз мы меньше по экономике, хорошо, Россия. В 36 раз мы не можем пропустить стандартизацию. У нас что, товары не упускаются, которые могут быть на их рынке? Могут быть и в Белоруссии, и в Российской Федерации. С коллегами работать надо просто. Есть. Да что, есть. Как солдаты. Только толку от этого. Надо вам посмотреть, слушайте, вот с этими ратификациями мы, конечно, вас поддержим. Ратификация нужна. Мы интегрированное государство в интеграционных сообществах. Это только такая жесткая профессиональная наступательная позиция может это сделать. А не уступать, уступать. Расписывайте налево, подписывайте налево, направо, не дорожите. А потом в таких ситуациях оказываемся. Понимаете, Ержан Хладобайлович? Да. Уважаемый Ержан Хладобайлович, в статье 4 соглашения говорится, что стороны обеспечивают защиту от несанкционированного распространения документов по межгородской стандартизации в соответствии с законодательством своих государств. Но мы знаем, что национальное законодательство подобных норм не содержит. Скажите, пожалуйста, в связи с этим, будет ли предусмотрена в Казахстане ответственность за нарушение требований по распространению межгородской стандартов с принятием настоящего соглашения? Ну или же как будет обеспечиваться защита от несанкционированного распространения? Спасибо за вопрос. Действительно, сегодня в действующем законодательстве у нас не предусматриваются меры в отношении нарушителя при выявлении фактов несанкционированного распространения. Но сегодня мы, министерство, соответствующие поправки готовим в рамках административных кодекса об административных нарушениях. Эти поправки мы полностью согласуем со всеми госорганами и с бизнесом и внесем предложение в Министерство юстиции. А когда вы нам планируете внести этот законопроект, эти нормы? Нам на законодательном уровне надо закрепиться же? Да, это кодекс об административных нарушениях. Хашан, когда? Наразович, учитывая, что у нас такого опыта не было, прецедентов даже не было, сейчас мы эти нормы обсуждаем, у каждой страны свой опыт. У кого-то административное нарушение, у кого-то уголовное. Мы сейчас обсуждаем, всесторонние предложения заслушиваем. В ближайшее время мы в госорганы направим, с ними согласуем и потом уже будем в Министерство юстиции внесем. Надеюсь, в ближайшее время у нас, в принципе, уже драфт готовый есть. Мы планируем как штрафы для нарушителей. Есть выражение такое, сын своего отца, зам своего министра. Как мой друг Бахт Турлуханович долго говорит, ответа нету. Когда вы внесете сюда нам законопроект? До конца года, надеюсь, внесем мы. Ну, это же... Пожалуйста, депутаты, Маша, вопрос. С учетом того, что административный кодекс не может меняться постоянно, вы знаете, да, сроки? Раз в два года. Ну, у нас же там ограничения теперь. Это кодекс. Да, но мы в этом году уже все отработаем, внесем в Министерство юстиции, а уже в рамках законопроектных работ. Вы не поняли. У нас есть ограничения по количеству раз, куда мы можем заходить в административный кодекс. Болтер, то есть Герстер, Ейнгзельда. Теперь два года нельзя заходить, вы понимаете, о чем речь? А в это время, коллеги, вот в соответствии с другими соглашениями, другие наши партнеры, контрпартнеры по интеграционному сообществу, все внесли изменения в свои национальные законодательства. И эту норму грамотно прописали. У них это все принято, у нас еще не проснулись. Вот в чем уступаете, понимаете, да? Да. Что? Понимаем. Ержан Галдобович, ну не по государственному как-то. Понимаете? Ну, Роман Завеевич, мы же вот сейчас только ратификацию проходим, а уже после ратификации этого соглашения мы уже будем вносить соответствующие законодательные акты. Я вам еще раз говорю, до этого соглашения все эти нормы уже прописаны были, что в случае спорных отправляется на уровень решения национальных законов. В наши национальные законы вы не внесли, не вносите. У них все это отрегулировано. Как только мы на их территории, они говорят, сори, пошли в суд. Вот у нас соотношение нашего законодательства. И все, что касается несанкционирования распространения, жестко с их стороны наказываются. Правильно делается, рынок защищают. У нас свободно, пожалуйста, проходной двор, гуляйте туда-обратно. До конца года хотим внести. Сами даже не знаете, что вы два года подойти не сможете к этому кодексу. Дело в том, что мы вопросы отставания, проблемы отставания стандартизации от наших союзников по Европе и Кримсоюзу поднимали в 2018 году при обсуждении законной стандартизации. И тогда комитет технического регулирования уверял нас, что это отставание будет ликвидировано. Более того, заложили в план, клятым обещали здесь также с трибуны, что будет приниматься не менее тысячи стандартов в год. И на это заложили бюджет. Есть известная песня такая, где деньги зим. Вот вопрос. На тысячу стандартов в год заложили. Прошло три года, получается. И мы все еще стопчемся со старшими стандартными местами. Трех тысяч, которые должны появиться за это время. Где деньги? По ним отчет есть или нет у министерства? Пожалуйста. В том числе и при рассмотрении бюджетов всегда бюджетная заявка была ссылкой, что мы отстаем в стандартах, в разработке международных стандартов для интеграционных сообществ. И впрямую финансируя с республиканского бюджета вот это ваше РГП, национальный центр. Пожалуйста, ответьте на вопрос, депутат Первошур. Какие суммы, как они освоены и результаты? Пожалуйста. Спасибо за вопрос. У меня сейчас с собой суммы по освоению бюджетных средств отсутствуют. Если разрешите, я вам более детальную информацию в письменном виде представлю. Спасибо. Продолжение следует...